Я самому обошелся от Душанбеля до Харога. Короче, я тебе посажу из Рушана до Харога, пересажу. И вот 300 будешь самому платить и все, доберешься. Ну хорошо. А, 350. Вот тебе, говорит, велик тоже. Ну ладно, давай. Короче, мы так и делали. И получился у меня, а сколько? Часов 11 я прибыл в Харог. Немножко прогулялся. Сначала покушал, потом прогулялся, смотрел. Чисто по мельце. Красивые они действительно. Похожи на европейцы конкретно. Ну, короче, я тронулся вечером в сторону Мургал. Там еду один мехривон, бизнесмен. Как-то случайно встретились. Я говорю, здесь есть где-нибудь этот был? Там как раз был, ветер начался в тот день. Там часто бывает и ветер, и дожди быстро там начинаются. Я говорю, где можно здесь ночевать? Короче, он видел, я на Великой, турист видел. Откуда? Вот так, с Ташкент, так. Эй, с Узбекистана. Короче, куда едешь? Вот, мы в обеду. Погода мне вообще не хочется. Не хочется под этой такой погодой. Хочешь? Я говорю, еду на КамАЗ. Хочешь? Давай поговорим. Хозяина, доберем тебе до Мургалова. Хорошо, давай. И так, получилось все, разрешил он. Мы сели к нему, поехали. Где-то источник, горячий источник там, Чиланчи. Чиланчи, что ли, вот там. Там где-то два часа ночью пошли, купались. Такая жара невозможная, такой источник. Тяжело было мне купаться. А он, оказывается, часто купается там. Спокойно он заходил, купался. На улице холодно. По Мирской тракте ночью холодно все было. Тем более, Чиланчи. Потом сели, поехали. Утром где-то в одиннадцать или в десять прибыли Аличур. Аличур все, остался я. И оттуда стартовал до Аль-Дижана, короче. Короче, они ушли, попрощались. Я до Мургабы приехал. Мургаба остался один день у одного старика. Там тоже народ хороший. Киргизия. По месту Киргизия там живут, оказывается. Похоже, настоящие лепешки. Все как у нас. Как это по Мирской тракте. Оказывается, по Мирской тракте все похожи. Средноазиатские люди. Лепешки такой же. Еда. Как готовится. И обращения. Все конкретно похоже. И там у старика ночевал. Утром меня провожал. Я уехал. Короче, от Мургаба до Каракуля. 135 или 40, что ли. Самый большой перевал. Акбалтай. 4,655 метров. А в Мургаб тоже находится 4,200. Хотя. 4,200. Потому что нос сбивается. Нос сбивается. А потом я думал. Что, болеешь, что ли? Просудимся, думал. А потом поехал, проехал Акбалтай. Там действительно кислород, дефицит кислорода 40%. Акбалтай. Мургаба 25%. Чувствуется действительно тяжело. Крутит Акбалтай. Даже ходить невозможно. 5 метров шагаешь. Горная болезнь сразу чувствуется. Ну, я сознание чуть не потерял 5-6 раз. Чувствуешь, оказывается, моментом надо сразу остановиться. А мне сказали, что чеснока. Я брал один тушочек чеснока. И жевал быстро и покушал. Вот так проехал Акбалтай. Оказывается, когда чеснока кушаешь, он дает кислорода кровь. И за счет его проходишь быстро. Ну, не быстро, но спокойно. Там не теряешь, не падаешь. А так люди падают. Ну, хотя мне за 50-51 мне. А там я много встретил туристов. Основной молодежь. Там с 30-35 вот такими. А там по возрасту, оказывается, чувствуется все. Вот по-мирски высота. Чувствуется на человеческий организм влияет. Действительно. Короче, вот так проехал до Мургава. Э, нет. До Каракуля. 130-140 километров. Проехал, ну, уставший был вообще совсем. Ничего не охотал. Там хостел Каракуля остался. Поспал. Утром встал рано. И тронулся в сторону Сараташ. Сараташ тоже от Каракуля. Где-то с чем-то, что ли, вот так выходит. Ну, опять перевал Кзыл-Арт передел мне. Каракуль, потом Кзыл-Арт. С Кзыл-Арта уже спускаешься. Каракуля тоже 30-35 процентов дефицит кислорода. Хотя он кожи 4-200. 4-200, 4-400, что ли, вот так. Весота. Чувствуется. В Каракули там озеро, такая голубая. Вокруг гора. Там озеро находится. Соленое он, но холодное. Никого нету там. Никто не купается. Потому что там холодно. Утром встаешь. В некоторых местах, в которых вода полита, там уже сверху лед. Тонкий-тонкий лед. Холодно чувствуется. Да, говорю. Потому что там или... Короче, круглый год там получается холодно. От этого холода никто не купается Каракули. Короче, я тронулся от Каракули рано. В 6 часов. Я обычно мой принцип в 6 тронулся. В 6 тронулся. Приехал где-то 5 часов с артаж. Проехал в Мургапский район. Там вообще гора. Никого нету. Никого нету. Только пустыня. Горная. Горная пустыня, да, короче, получается. Приехал. Сараташ оставался. Сараташ еще холоднее оказывается. Потому что тоже там начался огода меняться. Ветер немножко поднялся. Тучи собрался. И начался как? Дожди. Я как раз в посту зашел. Хозяин Хуразбабо. Он мне говорит, спроси, как у меня зовут. Я говорю, как у вас зовут? Курица знаешь? Курица мужей. Это я. Хуразбабо. О, говорю. Так, немножко поснялись. Посидели. И говорит, давай, заходи. Па, заходил. Мне завтрак дали. Э, мужик. Короче, спал. Холодно. Одну Курпачу холодно. Второй накинул на себе. И так поспал. Утром встал. Дождь перестал. Яркое солнце уходит. Видно уже. Опять. Ну, холодно. И рано утром, как всегда, шесть. Тронулся. Проехал Талдыкский перевал. Три, шестьсот пятнадцать метров. Тоже. Ну, здесь уже легче. За Кзылартом уже начинается все четко. Такого горноболезна уже распадает. Нос не забывает так. Как будто грипп. Такого нет. Дышишь свободно. Поэтому легче было. Поэтому Талдык проходить. Кзыларт переходить. Это уже лучше стало. Вот так проехал Талдык. Приехал в Гульче. Чирчик. К перевале остался. Я после прошлого года, когда проехал Алайская долина, тогда ночевал с Алакар. Киргизский этот мужик конкретный. Много детства. Вот у него оставался. И к нему заходил, он с самого лета, его сын был. Я так заходил. Они обычно занимаются бизнесом. Хмус продают, дают дорогу. Там основу вот так. И там у них ночевался. Рано так же мне дали ужин и завтрак. Оказывается, там уже не завтрак дают. Некоторые места только завтрак дают. А там, Кагестанин, завтрак, ужин дают. И мне завтраком накормили. И я поехал до Ошо. Ошо осталось 30. А, до Андижана, потому что я утром рано. Проехал где-то 10, что ли. Или 9. Проехал границу. Киргизский, узбекский границ проехал. Ошо город. Проехал до Слигский пост. Доехал до Андижана своим ходом. И сел, Андижана на такси. Добрался домой. Вот так мне произошло. Памирский тракт. Успешно. Мне понравился. Четко, отлично. Мне понравился действительно народ. Природа действительно. Очень хорошая. Не зря говорят. Амир Кришер. Амир Кришер. Горе. Вот так называется. Действительно. Он высокий. Такие ледники никогда не таяли. Потому что, когда ухо Розбоба заходил, он говорит. Если, говорит, тут-то все ледники тают. Среди Азии останется без воды. Это наш запас воды. Азия находится в этой... Амир Кришер.